о боги какая следующая тема как быстро добиться грудного звучания как мне сделать альфа голос я такая молодец накреативила на сегодня вот он закатился к нам в рот и мы его должны удержать то есть куда в какую зону речевого аппарата вы хотите его пригласить от теплого тембра для сексуального чувственного здравствуйте меня зовут Руся я вокальная имиджмейкерка как вам феминитивы кстати эта тема за которую я борюсь постоянно я вот заметила такую вещь что если внутри ролика есть какая-нибудь скандальная информация или какая-то провокация что-то эпатажное как можно сместить фокус внимания аудитории с контента на что-нибудь другое употреби феминитив и в комментариях начнется холи вор типа зачем что это феминитивы это круто меняется общество меняется жизнь меняется отношение людей к различным вещам и язык соответственно меняется тоже так что феминитивы это класс в этом видео я хочу рассказать вам о том как быстро добиться грудного звучания это пожалуй один из самых популярных вопросов что как мне сделать альфа голос я хочу голос лидера хочу компетентно звучать хочу звучать умно вот так прямо как парень скала ну или там женщина скала либо еще грудной голос он нам нужен для того чтобы мы звучали не только компетентно лидерски напористо по альфа чески но и чтобы мы оперировали грудным голосом для теплого тембра для сексуального чувственного либо заботливого есть очень много фишек в голосе так вот что можно сделать для того чтобы супер быстро и качественно добиться грудного звучания первый шаг это удержание зевка а именно вдохните носом так как будто бы у вас на языке находится горячая еда когда у нас горячая еда что мы делаем у нас прямо все опускается вниз расширяется все мышечное пространство внутри ротовой полости то есть когда у нас гортань расслаблена вот расслаблена мы так себе и звучим чуть-чуть зажато если же мы хотим добиться глубины и позволить голосу упасть в грудь нам нужно при помощи вот этого зевка то есть добиться такого мышечного состояния внутри рта как будто бы мы уступили место бильярдному шару вот он закатился к нам в рот и мы его должны удержать то есть дать ему пространство значит первое что нужно сделать это научиться удерживать зевок давайте попробуем вдох носом горячая еда на языке тоже визуально у вас должна уехать гортань вниз и здесь надуться такой второй подбородок он не останется с вами навсегда не переживайте но это нужно нам для того чтобы мышцы размялись я часто люблю приводить аналогии с фитнес тренировками с йогой и стретчингом вообще с упражнениями для спорта и когда мы удерживаем гортань в таком открытом положении это как будто бы наши ноги растягиваются и садятся на шпагат и так что мы делаем стараемся удержать зевок вдох и мышцы вот так раскрыты как будто бы у вас внутри образовалась воронка такая вокальная труба дальше внутри этой воронки попробуйте приглашать звук важно чтобы горта не уходила в свое исходное положение а именно правильно открыть гортань застыть в этом моменте когда вы зевнули и зевок не разрешился то есть он не сдулся все внутри раздулось и остается в такой позиции и внутрь вот этой воображаемой вокальной трубы или воронки голоса приглашаете звук м как будто бы дрель погружается внутрь вашего корпуса тела и так еще разок горячий да на языке чем тише мы звучим тем глубже падает голос тем больше раскрываются мышцы видите как здесь все напряжено у меня есть четкое ощущение что внутри моего горла открылась такая воронка потом вот я отпускаю мышцы и послушайте как низко падает мой голос сразу становится грудной тембр очень яркий насыщенный и голосу так здесь хорошо что он вовсе не хочет покидать это место ему удобно теперь жить в грудном регистре в грудном резонаторе если вы хотите добиться такого успеха все что вам нужно сделать это две вещи раздуть внутри гортань и пригласите внутри звук м в данном случае вот это звучание работает как точка для джипе с нами навигатора вы показываете своему голосу куда в какую зону речевого аппарата вы хотите его пригласить как понять что все происходит правильно и у вас все получается приложите руку вот сюда на грудь под вот эту прекрасную ямочку вы должны ощущать что грудная клетка вибрирует под ладонью если вибрация есть если она становится ярче она раскрывается это значит что ваша поджатая гортань расслабилась и дала голосу доступ грудной регистр занимайтесь пишите пожалуйста в комментариях получается ли у вас рекомендованное время для этой практики три минуты друзья не меньше потому что именно три минуты нам нужно для того чтобы начала работать мышечная память тренируйтесь пишите я жду ваши комментарии и замечания спасибо что слушали меня а